Добрый вечер, мои дорогие. Сейчас 6 часов. Нет, 18.00. Надо идти собирать малину. А если б знали, как мне этого не хочется. 33 градуса жара. Малина вот с одной стороны, но немножко в тенечке, а дальше солнце. Лена сегодня приезжала. Приезжала где-то в 10 часов. Я её отправила в малину. Говорю, если хочешь малину, иди собирай. Она собрала себе ведёрко. Вот. Нарвала лука, которую она сажала. Говорит, ой, он же такой маленький ещё. Я говорю, ничего себе маленький. Иди рви. И нарвала, говорит, о. И правда нарвала много. Ну, а остальное ещё очень малюсенькое. Ну, кто ж это сажает? В конце июля укроп, петрушку. И ещё что-то она сажала. Забыла, что называется. Как она называется? Я говорю, ну, может быть, к осени что-нибудь и получишь. Вот. Я уже думала, что всё обобрали. Тогда Люда пришла. Потом я собирала вчера немножко. Сегодня Лена. И я думала, что сегодня мне уже не надо будет идти. Я вот устала. Я уже устала от малины. Хорошо, конечно, когда есть, покупать не надо. Растёт на грядке. Но я уже её и наелась. И вареницу сварила немножко. И два пакета заморозила. И всё, она есть. И она будет до самой осени. Вы знаете, только поливать, правда, надо. Я вчера её полила. Иначе она, бедная, тоже сохнет. Вот. Но я что-то от неё уже устала. Устала от этой работы. Малину собрать, потом полить всё вокруг. А жарко. Если бы не было так жарко, то это было бы беспроблемно. Вон, смотрю, вон, красненькая ягодка. Вон, красненькая ягодка. Ну, как же их оставить, чтобы они покраснели больше и обвалились? Ну, жалко же, правда. Кто-то ходит на рынок, деньги тратит, чтобы купить эту ягоду. А тут своя и будет пропадать. Всё, девочки, пойду в малину. Пойду. Пойду, пойду. Ну, вот столько я сегодня собрала. Видите, уже даже такая вот не совсем зрелая, потому что, ну, сколько, сколько можно собирать её? Ну, там ещё много, очень много малины. И шмячка со мной там. И шмячка был со мной там, лежал в тенёчке. Говорю, чего не помогаешь? А он мяу? Пошли домой, скорее я есть хочу. Да, мой хороший? Да, мой котуська? А, котуська мой. Мой котуська. Вот. Так что сейчас я её помою, на газетку разложу. И потом пойду мыться. Потому что там, на солнце, это просто невозможно. Всё, по мне, по мне текёт. Ноги кто-то всё время обжирает. Вроде и комаров-то не видно. Вот когда слюды собирали, полдесятого было. Когда солнца не было, тогда комары ели. А сейчас не пойму, кто там по ногам ползает. Мурашки или кто. Прихожу, потом все ноги снизу чешутся. Вот. Пойду сейчас поскраблюсь. Помоюсь хорошенечко. А потом, наверное, надо кофейку попить. Я сегодня, вы знаете, за день даже кофе не пила. Нет, вру. Утром пол чашечки, потому что жара, и даже ничего не хочется горячего. Сварила опять компот из этого засахаренного варенья. В холодильнике стоит. Вот его и пью. Даже моя Лена, любитель кофе, до такой степени, что она может вот кружку за кружкой пить. И то пришла, я ей кофе сварила. Она говорит, а я тебя не просила. Я тебе, говорит, не просила варить мне кофе. Дай мне лучше холодного компота. Так, а что это не фокусируется? Шмяк, ты почему не фокусируешься? Вот. Так что пойду мыться, отмываться. Потому что все, все под путом таким. И, наверное, открою свою новую пачечку. Геваль, называется Гевалия. Это что мне Аннушка из Америки прислала. Я еще не открывала это кофе. Допивала кофе, которое Лена с Израиля прислала. А сегодня уже буду пробовать вот такое вот. В беседке солнца нет. Поэтому сейчас помою, сварю кофеек и пойду в беседке немножко посижу. Ну вот, час собирала, девочки. Уже без десяти семь. Без десяти семь. Целый час вот это вот собирала. Представляете, как я... Представляете, как я растаяла там? Даже себя вот не хочется показывать. Ну, фокусируйся, фокусируйся. Открываю пакетик с кофе. И сразу такой аромат пошел. Чуть сообразила, как он открывается. Какая-то вот такая вот штучка приклеена. И сверху расклеила. Короче, буду сейчас сварить кофеек. Так, ну и что? Телефон что-то пишет перезагрузить. Что-то на меня придуриваться стало жару. То не хочет на палец отвечать, то еще что-нибудь. Все. Аня говорила, что можно и не варить кофе. Но я решила, что я сварю. Потому что горячей воды у меня все равно нет. Вот. Гевалия. Какая красивая чашка. Красивая чашка. Медиум написано. Вот она я, девчонки. Вот она я. Возмыренная. Волосы я не мыла, потому что я вчера красилась. Думаю, чего мне сегодня их мыть опять. Фух, жарко, 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 жарко. Все, варю кофе. Ой, трясется, трясется, трясется. Я в беседке, девочки. Сварила кофе. Думала, немножко сварю, а получилась целая чашка. Простите, что я такая голая перед вами. Но я ж не в ночной рубашке. И не в полотенце, как Судакова. И все равно все терпят. И все равно все ее смотрят. А я в сарафане. Можно было, конечно, завязки вот эти вот завязать на шею. Ну, что это даст? Ничего. Это мой такой южный морской сарафан. Я там только в таких и хожу, потому что я там тоже таю. И вообще люблю, чтобы загорали вот так вот, чтобы плечи загорали. А тут вот, видите, как с сарафанами, с сарафаны с плечками, так вот все-таки появились уже беленькие полосочки. Я в этом году не загораю. Не-а, совсем не загораю. Раньше бывало, у меня было всегда такое огромное желание. В мае уже все. Я выносила свое кресло, выносила зонт. У меня зонт такой есть большой. Когда-то привезла его с Одессы, с седьмого километра. Когда-то у меня и бассейн был тоже. Вот здесь вот стоял, где качели сейчас стоят. А качели были в другом месте. А вот, да, Ариша была поменьше. Бултыхались мы, когда было жарко. Ну, не, один сломался, а второй, который надувной купили были. Он как-то вот, ему надо очень ровная поверхность. Даже ковер подстилали ему, чтобы он не пробился. Все равно пробился и лопнул. Ну, Ариша выросла, я перестала такое покупать. Думаю, ай, вы знаете, там же надо в бассейне, вот у кого стоят большие бассейны. Ну, у кого большая территория, большой дом или дача. Там уже устанавливают такие. Я все время мечтала о таком огромном бассейне. Вот. И сначала у меня был вот этот водоемчик сейчас. А сначала у меня был водоемчик вообще маленький-маленький. Я его просто выкопала. И такой он у меня был капелькой. Увидела, Таня сделала. Таня первая сделала такой водоем. Она выложила кругом камнями, клеенку положила черную. Но она сделала его мелкий такой, просто вокруг цветы посадила. Я тоже такое делала. У меня и фотография даже где-то есть с таким водоемчиком. Я сажала тоже цветы вокруг, но потом посмотрела, как только дождь или какой-то ветер, вот эта вот земля вся в этот водоем сыпется. Я его переделала. Все эти грядки убрала. Просто камнями обложила. Ну, и воды там было не очень много. Я даже иногда в него укладывалась. Когда было жарко, лежала так немножко и загорала прямо в нем. В общем, попа была в воде, а верхняя часть была на солнышке. Ну, раньше, девочки, вся чешусь, потому что, как пойдешь в эту малину, вечером комары, когда солнышка нет, а сейчас то мурашки, то еще какие-то мошки какие-то беленькие такие. Вот и все они такие кусачие. Ну, а потом уже вот делала-делала такие водоемчики. А потом, когда муж пришел сюда, он говорит, давай сделаю такой прочный. Ну, вот он сделал вот это, залил цементом. Ну, вот он такой у меня есть. В прошлом году у меня было, как-то посетила такая мысль убрать его. Потому что то Максюшка лезет в него, то это самое, то кот опускается лапами, когтями и потом продырявливает эту пленку, и все, вода уходит. Ну, и что это? Я же вам показывала, какой он был страшный водоем. Стоит полупустой. А вот. Ну, он даже говорит, давай разобью тебя, ломать не строить. Ну, я подумала-подумала, думаю, нет, пусть... Ну, и что будет тут? Потом трава здесь начнет расти. Потому что весь линолеум, который он стелил, он весь уже покоробился. От солнца весь, трава его проломала. Только ходишь еще здесь, траву эту рвешь. Вот. И я решила, что пусть лучше я куплю потолще клеенку. Я купила потолще. Вот она пока, пока второй месяц у меня держится. Потому что, во-первых, ставлю кормушку Шмякину с водой. Он уже водичку меняет, и он уже тогда тут-тут пьет или приходит домой. Я, представляете, начал лазить на эту самую, на раковину. Я ему тогда воду открываю, поставлю туда его же блюдце, и он с этой блюдцей пьет. А в этой самой, в мисочке, которая налита с водой, он оттуда не пьет. Ну, чудо какое-то. Это не кот, это просто чудо. А вот. Ой, жарко очень. Я не знаю, когда это уже, когда это уже спадет, это вот, это вот невыносимая, невыносимая жара. Сегодня с утра как-то даже ничего, вот ветерок вот немножко дует. С утра даже Лена приехала, говорит, ой, как у тебя хорошо дома сквозняк. Ну, да, была чуть-чуть открыта дверь. Больше нельзя открыть дверь, потому что мухи тогда летят. Вот. Не терпеть не могу, когда в доме летает какая-то живность вот эта. Вот. Летала гордина, потому что немножко как-то вот сквозила. Хотя сквозняк это тоже не очень хорошо, правда. И уши может продуть, и глаза может продуть. У меня такое уже было. Я когда еще работала в кинотеатре, нам дали, тоже было какое-то время, было очень жарко, и нам дали вентиляторы. И я так его поставила рядом с собой, чтобы меня обдувало. Ну, и все, и ухо продуло, и на больничном сидело. Потому что боль была адская. Не то, что она просто так немножечко заболела, можно было туда ватку со спиртом или с этим, с маслом, как она называется, кампорном положить, и все пройдет. Адская была боль. Я вообще не могла. Пошла к врачу, она выписала какие-то капли, я как капнула. Не поверите. Я каталась по полу от боли. Оно жгло, как будто вылазили глаза. Зачем такие капли надо было? Вот. Поэтому, ну, когда жарко, не знаешь, как себя обдуть ветром каким. Все равно вот так вот открываешь и окна, и окна, и двери, и все. Ну, потом я уже завешала, конечно, потому что и окно закрыло, солнце повернулось, и стало очень жарко. Как вы спасаете от жары? Расскажите вы мне, как вы от нее спасаетесь? Бесконечно сидеть под душем, это тоже не выход. Ну что, вот я сейчас облилась, помылась, поскрабила свои ноги там, потому что опять вылезла с малины. Смотрю, вся покусанная, знаю, что буду чесаться. Поэтому скрабом хорошенечко так вот это самое наскрабила. Вот сейчас сижу, сейчас не чешутся ничего. Вот. Надо скраб купить было в этом самом светофоре. Видела, но думаю, ну вот я-то куплю это, это, потом на выходе я его возьму. Так я и пошла. У меня, правда, есть еще. Есть еще немножко апельсинового. Есть я покупала. По-моему, штрудель назывался в этом, заказывала, фаберлик. Он у меня так стоял, сейчас нашла. Нашла топор под лавкой называется. Вот. И еще пока есть, ну, в принципе, если буду, надо будет приобрести. Потому что сейчас то траву рвешь, то малину тоже. Все равно то раздавится в этих самых, в руках ягодки. И уже тоже под ногтями не очищается. Ну вот. И хорошо скрабиком такой ручки почистишь. Потом такая кожечка гладенькая. И кремиком все приятней. Вот. Ну, такой скраб для тела. Для тела. Для яйца, что у меня другой совершенно. Хотя я могу и таким. И, вы знаете, я покупала Фредерик М. Скраб. Он такой в бутылке, с пульверизатором, с таким. Девочки, очень трясется. Вот я как чуть пошевельнусь, так трясется этот самый. Ну, штатив. Он тоже был написан для тела. Но он такой хороший. Я им чистила и лицо тоже. Мне так это нравилось. Ново Фредерик М. Это же французская косметика. Натуральная французская косметика. Конечно, она очень дорогая. И когда-то я... Когда меня Таня Погожева подсадила, было на нее. Я заказывала. Тоже там 23% была скидка. Я Владимировна моя заказывала. Еще кто-то из девчонок. Ну, потом я постепенно отошла, отошла от этого. Потому что суммы там хорошие такие. Ну, я тогда работала. Работала, пенсию получала. Могла себе это позволить. Но сейчас... Сейчас как-то... Как-то не получается. Надеюсь, что... Вот сейчас со всеми делами разделаюсь. Главное, заплачу за телефон. Последний осталось... Осталось 190 рублей заплатить. Это еще по 65 рублей. Я там как-то раньше. У меня одна подписчица. Прислала была тысячу российскую. Один раз и второй раз. Так я эти все деньги вложила. Я их не тратила. Вот я их вложила сразу же в телефон. Когда брала это самое... Рассрочку эту. Мне вот это вот помогло, что я немножко быстрей... Вот самой даже на нервы действует, что она трясется. Будут держать рукой. Вот. И... Так, не пойму. Но я же держу. Чего она трясется? Ну и это самое... Ну и это самое... Вот. Поэтому мне это помогло немножко, что я уже раньше... Раньше рассчитаюсь не в декабре, а в октябре последний раз заплачу. И уже немножко вздохну. Но там еще налог надо будет за землю. До ноября надо платить. Тоже 75 рублей. Сумасшедшие деньги. Сумасшедшие деньги. Если Парижка не было у меня прописано со своими малышками, то я бы не платила. Потому что пенсионеры не платят этот налог. Но я же не могу сказать, дай мне денег или выписывайся. Это же мои родные. А у них тоже их нет. Они только вот как бы начали сначала жить. Тогда, когда до развода там они практически ничего не покупали. Только кроватку детскую. Все. Жили у него. Потом на квартире там это как бы все было. Потом вот она вернулась ко мне. А когда ушла, и вот сейчас в квартире там нету ничего. И Максюша вот кроватку купила. И это самое... Вот сейчас телевизор в рассрочку взяли тоже. Ну как... Ну как у них просить? Я иногда, конечно, могу разозлиться. Когда меня вот так вот начну психовать. Что не хватает денег. Говорю, Ариша, ну сколько же там можно? Когда это все прекратится? Она говорит, ну бери меня, выписывай. Я говорю, ага. Ты приписалась просто так, а я тебя буду выписывать. Я говорю, как я могу? Не могу я этого сделать. Вы же мои самые родненькие. Самые любимые. А теперь вот Мишке надо кроватку. Я не знаю, купили они кроватку ему уже или нет. Знаю, что такую интересную кроватку-качалку им Костин брат отдал. Потому что фотографии у меня есть. Вот 14 числа. Сегодня что у нас? Одиннадцатое? Или десятое? Или девятое? Слушайте, я от этой жары уже потеряла счет дня. Я знаю, что сегодня суббота. А вот это самое... 14 числа Мишке уже будет три месяца. Три месяца уже Мишке будет. Капризульки этому, капризульки. Любит маминой ручки. Вот, ходи и держи его все время на руках. И уже вот она, когда Ариша ко мне приходила, оставляла, он уже так осмысленно смотрит, уже понимает, уже видит. И вот, пожалуйста. В прошлый раз она приходила, ему было месяц, когда приносила его. Оставляла, он не плакал. В два месяца приходила, он так не плакал. Я его держала на ручках, и все. А тут уже стал видеть уже хорошо, стал понимать. Все, сначала смотрел, смотрел на меня внимательно, улыбался. А потом в рев, и рев, и рев. И я не выдержала, полчаса бегала по комнатам. Давай Арише звонить. Она пришла, забрала его моментально. Я, наверное, в членке вам это уже рассказывала. Ой. И тут же на меня смотрит и улыбается. Я говорю, ах ты бессовестный, а? Улыбается. А Люда говорит, он овен. Говорит, а овны они такие. Говорит, любит, чтоб мир вокруг них крутился. И добиваются своего. Вот так и он. Еще такой маленький. Добивался, ревел до тех пор, пока мама не вернулась и не взяла его. Ну, а тут поехали они к бабушке, Костиной бабушке. И там озеро. Они часто вечером ездят на озеро купаться. Ну, что, конечно, в комнате в одной сидеть. Вот. Я говорю, приезжайте ко мне. Они говорят, ну, что у тебя такая жара, как у нас в квартире. Поэтому вот они в Рубу на озеро ездили. Ну, а тут Костиной бабушке куда-то вчера уехали, сегодня вернутся. Я, конечно, волнуюсь, когда они вот на машине ездят. Жарко с детками. Вот. Ладно, девочки, я допила кофе, с вами поболтала немножко. Вам такие мои видео болтологические не надоедают? А то я, может, сижу с вами, болтаю тут, а вы думаете, вот, заколебала тетка. Сидит тут. Рассказывает свои сказки. А нам это совершенно не интересно. Да. Написал мне там кто-то мне написал. Нет у меня второго телефона со мной, что ура, пойдем к Люде в гости. Ой, не знаю, ой, не знаю. Не знаю. Люда, правда, еще в отпуске. Ну, не знаю, по такой жаре совершенно не хочется. С утра пораньше не пойдешь. Вечером я уже не люблю ходить никуда, чтобы целый день отсидишь, вот так вот будешь вариться целый день, а потом вечером собираться, одеваться, наряжаться, перекрашиваться, потому что к вечеру уже макияж уже он никакой. Уже и глаза, может быть, я иногда вот так вот с вами разговариваю, а потом посмотрю, и глаза где-то размазанные. Вот. Можешь не переделывать это видео. Не знаю, если только немножко, вот, хотя бы, ну, 27, хоть бы немножко спала эта жара, потому что вот 33, это уже, это уже невозможно. Выходить на солнце совсем не хочется. Сейчас, поэтому я так вот утром посижу в беседке, кофе попью, если пока солнце не встало, и вечером. А так уже никуда не хочется. Вот так вот. Все. Хотя сейчас вот жарко, но уже немножко, вот как солнце отсюда отвернулось, то уже вот здесь вот уже как-то легче дышится. Сегодня как бы ветерок. Ветерок небольшой, но такой он хороший, прохладненький. Но похолодание не обещают. Еще вся, вся следующая неделя, говорят, вот такая вот будет. Изнуряющая жара, и водички нету. Каждый день приходится поливать. Я сегодня поливать не буду. Лена своей грядки полила. Я утром лейкой с водоема полила. Здесь вот розы, и там это самое, малина только сегодня не политая. Кусты вот эти вот полила, что здесь. Вот я решила, что я тут этой самой, этой, господи, лейкой быстрее это сделаю с утра. А потом просто завтра протяну шланг и уже долью, долью в водоем. Вот, вот так вот. Вот так вот. Ну, еще хочу показать вам, какая у меня красота расцвела. Вот такая вот шикарная лилия. Вот такая вот. И вот такая вот. Она высокая-высокая. Хотела сказать, ворона полетела. Нет, это чайки летают. Представляете, чайки у нас. У нас же нету моря, а чайки есть. Вот такая вот красота. У меня была целая гряда. Я один год прямо была помешана на лилиях. Покупала разного-разного цвета. А потом они у меня переродились. Из больших луковиц стали маленькие, и все попропадали. А вот эта вот одна осталась, сохранилась. Не одна, тут их две. Тут их две. Все, девчонки, спокойной ночи. Нет, я, конечно, еще спать не иду, но все равно. Раз вечер, то спокойной ночи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...